Доброго утра и хорошего настроения вам желает радиостанция «Балтик Плюс». Меня зовут Владимир Кайрис, и мы сегодня поговорим об отрасли судостроения в Калининградской области и России в принципе. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил недавно план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли России и предусмотрено вовлечение малого и среднего бизнеса, развитие кластеров, улучшение социальной среды для работников. Что же все это значит? Попробуем сегодня узнать у профессора кафедры кораблестроения КГТУ Калининграда Владимир Морозов. Владимир Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Владимир Николаевич, вот как вы сегодня можете охарактеризовать состояние отрасли судостроения в Калининградской области? Как это можно назвать? Стагнация или развитие? А может быть, возвращение к каким-то утраченным позициям? Я думаю, наверное, все-таки подходит третье. Возвращение к предыдущим позициям. То есть это где-то к 80-м годам прошлого столетия. Вот эта работа уже понемножечку начинает развиваться. Вот насколько мы близки к 80-м годам в отрасли. Я думаю, что где-то примерно года через 3-4 не раньше мы подойдем к этим годам. Не раньше абсолютно. С чем это связано? Это связано с тем, что, во-первых, не хватает кадров, особенно не хватает рабочей силы на наших предприятиях. Второе. Коль мы утратили флот, особенно промысловый флот, для нас это очень важно, то, естественно, мы и потеряли, и кадров потеряли, и предприятие, в частности, Калининградский судоремонтный завод полностью закрыт. Но есть перспектива. А вот еще одна перспектива, очень хорошая, которая сейчас у нас как раз на горизонте, заканчивается проектирование нового судостроительного завода, промыслового судостроения в городе Калининграде на базе бывшего Калининградского судоремонтного завода. Этот завод будет только производить только промысловые суда и только-только промысловый флот. А есть кому работать-то на этих судах? Вы говорите, что у нас дефицит кадров. И вот Миша Устин, кстати, то же самое говорит, что важно сделать отрасль конкурентоспособной на основе развития научно-технического и кадрового потенциала. Вот что с кадрами? Я думаю, что, наверное, наше министерство образования Калининградской области, Светлана Сергеевна, будет озадачена. Озадачена чем? Что система профтефообразования нужно понемножечку возвращать на свои места и выпускать больше специалистов именно для этой отрасли? Это первое. Второе. Среднее звено. Неплохой судостроительный техникум, вы знаете, прибалтийский судостроительный техникум, прекрасный директор. Там тоже есть возможность нарастить мощности и выпускать примерно в полтора раза специалистов среднего звена. Это мастера, помощники мастеров и так далее. Ну и рабочий класс, естественно. Я думаю, что вот эти перспективы у нас есть. Я думаю, что должны быть озадачены, в том числе Алихановым, нашим губернаторам, вот эти все руководители этих учебных заведений. А какие зарплаты сегодня в отрасли? Что ждет, собственно, вот этих самых выпускников учебных заведений? Ну, если в отрасли, предположим, если ВУЗ заканчивает ВУЗ, он идет работать, скажем, да, закончив бакалавриат. А вот у нас, потому что специалитеты у нас сейчас, вы знаете, нет, это очень плохо. Но мы планируем в ГТУ открыть все-таки специалитеты. Потому что в таких ВУЗах ведущих, как бывший ЛКИ, Корабелка, Морской технический университет, другие ВУЗы, они открыли уже специалитет, а в Прилове, как говорится, они оставили бакалавриат на платной основе. Вот как раз для подготовки среднего звена. Значит, ну вот если брать, если у нас идет мастером работать, технологом работать, средняя зарплата, скажем, на том же интерьере, где-то примерно порядка 30-35 тысяч. Вот такая примерно. Ну, как ее нужно оценивать, конечно. Конечно. Это рабочий класс, а вот если какие-то более высокие... Это рабочий класс. Это как раз мастера, помощники мастеров и так далее. Если брать рабочий класс, то там, естественно, разрядная система, сетка разрядная. Если ты сварщик, ты имеешь, дорастешь, получаешь третий разряд после окончания, а потом ты через год-два, если хорошо работаешь, то ты становишься дипломированным сварщиком, то зарплата у тебя примерно в полтора раза увеличится. Порядка 50-60 тысяч. Хорошо. А вот все специалисты, которые выпускаются в Калининградской области, остаются работать именно в Калининграде? Да, практически 90% остаются работать в Калининграде. Те, кто приезжает к нам работать, тоже остаются 70% примерно. Замуж выходит, женится и так далее, и так далее. Ну, вот на эти специальности, про которые мы с вами говорим, конечно, женщин очень мало. Они в основном после окончания идут в конструкторские бюро. У нас их хорошие три конструкторских бюро, которые развиваются очень хорошо, которые работают не только на наши предприятия, но работают и даже на заубеж. А если мы говорим о том, что наша область не уникальна, ведь еще есть Архангельск, Мурманск, Северная столица, то наши специалисты часто выезжают туда? Практически мало выезжают туда. Там готовят Севердвинский арктический институт, и там кадровых вполне хватает. И мореходка плюс еще. А если сравнивать зарплаты? Зарплата, там коэффициент, во-первых, сразу идет. Естественно, зарплата примерно в полтора раза, конечно, там выше. А вот еще не могу не спросить, как вы оцениваете приходящих абитуриентов, будущих студентов? Оценю, могу оценить последние три года. Вы знаете, что школьная подготовка в школах, в том числе и в школах, и в лицеях, очень опустилась, особенно по техническим дисциплинам. Ну вот такой могу привести пример. Значит, преподаю я сварочные процессы. Я заканчивал диссертацию в Албамском университете, то есть училище еще было. Значит, закон ОМА не знают, выпускники. Закон ОМА даже не знают. Да, закон ОМА не знают. Это такой звоночек тревожный сейчас. Это тревожный. Поэтому школа надо сейчас поднапрячься, все остальное прочее и так далее. Это первое. Включить в ЕГЭ закон ОМА срочно, да? И второе, это опять-таки надо возвратиться к организации малых факультетов вместе, совместно с гимназиями и лицеями, чтобы целенаправленно с 8 класса, как это сделают ведущие вузы Москвы, они уже своих абитуриентов ищут с 8 класса. И потом продолжают. У нас такая система была. Прям как невесту. Один из организаторов. Молоденькую, вздрачиваю. Из организаторов такой вот, такой вот, мало факультета. Много у нас таких предприятий в учебных заведениях, которые действительно занимаются своими кадрами? Я скажу, на пальцах можно пересчитать. Один, два, три. Все. У нас в гостях профессор кафедры... У нас в гостях сегодня профессор кафедры кораблестроения КГТУ Владимир Морозов. Еще раз здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Мы продолжим говорить о том, в каком состоянии находится сегодня отрасль судостроения в Калининградской области, стагнация или развитие. Вы сказали о том, что у нас сегодня что-то наподобие возвращения к утраченным позициям 80-х годов. А вот сколько вообще предприятий строят и ремонтируют сюда в Калининградской области сегодня? На сегодняшний момент два предприятия ремонтируют и строят сюда. Да. Вот я не говорил вам раньше, просто добавить хочу. Завод Приголь, который сейчас входит, и Светловский судоремонтный завод, так называемый холдинг, уже тоже осваивает малое судостроение. Уже заложили первое МРТ. МРТ это как? Малый рыболовный траулер. И будет в этом году, естественно, закончено строительство. Будет по всей вероятности серия таких судов по заказу наших рыболовецких колхозов. Потому что вот я хочу отметить, что рыболовецкие колхозы, имея в своем составе флот, он уже просто исчерпал не только свои возможности, просто на нем уже плохо нельзя ходить, просто категорически нельзя ходить. А почему? Потому что ему уже 20 с лишним лет, ремонту он практически не подлежит, а рыбы еще в заливах много достаточно, рыба дорогостоящая, сами знаете. Поэтому вот такая картина происходит. Поэтому Алиханов был месяц назад на советском заводе промыслового соустроения, который закрыт был просто-напросто. Это в городе Советский вы имеете в виду, да? В городе Советский, да. Он там был, провели, так сказать, осмотр этого завода. И я думаю, что этот завод тоже был... Там руководитель просто хочет его возродить. Но это зависит, конечно, от многих аспектов. Во всяком случае, Алиханов пообещал помощь оказать не только там, скажем, из бюджета областного, но, наверное, из федерального. А если мы наверняка войдем с этим заводом в программу, то, про которую мы говорил Мишустин. Так вот, в планы дорожной карты по развитию судостроения в стране включены производственно-ремонтные базы, да? Это Архангельск, Мурманск, Дальний Восток, Санкт-Петербург. Ну а Калининград почему-то даже при наличии кластера, мы говорим о нем, да, почему-то не вошел. Как вам кажется, почему? Я думаю, что, наверное, на мой взгляд, это, наверное, промашка нашего министерства промышленности, нашей Калининградской области. В чем оно заключается? Почему? Потому что все-таки... Не могли как-то пролоббировать, что ли? Скорее всего, что, наверное, да, как-то упустили этот момент, я вам скажу честно. Вот почему? Потому что все-таки суда есть, 56 судов есть, их где-то не надо ремонтировать в Польше, не надо ремонтировать в Латвии, в Эстонии, надо ремонтировать на своем заводе. Мощности для ремонта судов у нас позволяют. И тот же завод Янтарь, и тот же завод Приголь, он имеет сейчас хорошие доки плавучие, и который, я не говорю, который будет строить завод. Наверное, проектная работа закончится в следующем году, сейчас идет согласование. Я думаю, в следующем году начнется строительство этого нового завода. А вот опять же мы говорим о том, что будет развиваться Архангельск, Север, Дальний Восток, да? И вот совсем недавно мы наблюдали такую картину, когда Калининград строил суда для Дальнего Востока. Вот с чем это было связано? И, судя по всему, Дальний Восток уходит, да, из Калининграда теперь. Теперь они этими возможностями пользоваться не будут. Вот такая картина здесь происходит. Дело все в том, что сейчас идет реорганизация предприятия на Дальнем Востоке, судостроительного комплекса. В том числе строится огромнейший завод «Звезда», который по своем составе имеет сухой док, порядка 350-400 метров в длину. Для чего это? Этот завод будет предназначен для того, чтобы строить сюда нефтеналивные танкера, газовозы, потому что мы сейчас поставляем за рубеж те страны Индии и так далее, и так далее, в эти страны, только лишь фрактуя эти суда. Это очень дорого. Поэтому нужен свой фракт. Фрактуя – это как? Под фракт. То есть арендуем. Это дорого стоит. И поэтому вот такие... И на этом же предприятии планируется, естественно, постройка и судов рыбопромыслового флота, так называются, в Приловье. Это для Камчатки, для Сахалина и для Дальнего Востока. – У нас совсем немного времени остается. Скажите, а вот каково, по вашему мнению, будущее калининградского судостроения на ближайшую и дальнюю какую-то перспективу? – Я думаю, что на ближайшие 5 лет эта перспектива есть. Я думаю, что заводы будут развиваться, потому что все... Начало положено, самое главное, должна быть поддержка, в том числе, федерального центра и правительства Российской Федерации. – У нас в гостях сегодня был профессор кафедры кораблестроения КГТУ Владимир Морозов. Спасибо вам большое за ранний визит и прекрасного вам дня. – Спасибо вам большое, вам тоже. – Спасибо вам большое. – Спасибо.